Добрый день! Сегодня речь пойдет о хорошо известном моторе от концерна Peugeot Citroёn серии EP6, известном также под именем Prince. Этот двигатель появился в конце нулевых и устанавливался на многие модели французских марок. Самые популярные из них Peugeot 208, 308 и соплатформенный Citroёn C4. Сегодня EP6 адаптирован под экологические нормы Евро-6 и применяется на всей современной линейке Peugeot и Citroёn. Проблема же в том, что за время своего существования он снискал славу не самого надежного агрегата. И не безосновательно, причина на то есть. Для того, чтобы разобраться в эволюции этого двигателя, мы обратились к нашим друзьям в клубный автосервис. И для этого привезли два автомобиля. Citroёn C5 Aircross – это самая последняя модель на рынке, которая оснащается двигателем EP6, а также Citroёn C4 седан, который с 2013 года проходит ресурсные испытания в редакции за рулем. Итак, разобраться в конструктивных нюансах этого двигателя нам поможет Юрий, опытный моторист и диагност. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Константин. Итак, у этого мотора есть несколько характерных конструктивных недостатков. Основные из них – это растяжение цепи и образование нагара на клапанах. Часто ли с такими проблемами приезжают вам в автосервис владельцы этих машин? Да, довольно-таки часто приезжают владельцы, обращаясь… Ну, владелец не обращается, точнее, с растяжением цепи. То есть владельцы, как правило, основываясь на своих субъективных ощущениях, обращаются с такими жалобами, как потеря тяги двигателя. При холодном запуске двигателя, соответственно, слышны посторонние шумы и прочее. То есть, соответственно, на основе диагностики, ну, вот уже делается заключение. Скажем так, опытным путем на протяжении многих лет вынесли такую вещь для себя. Соответственно, что основная часть связана с частотой замены масла в двигателе, с качеством нашего топлива. Скажем, двигатель серии ЕП довольно-таки высокотехнологичен и очень взаимосвязано здесь все. С одного из торцов двигателя установлен топливный насос высокого давления, который тоже напрямую приводится именно от распредвала, то есть у него чистый механический привод. То есть цепь достаточно нагруженная получается? Да, достаточно нагруженная цепь, соответственно, ну, возникают демпферные удары при растяжении цепи, которые передаются по распредвалу впускному и достаются, соответственно, топливного насоса высокого давления, что приводит к выходу из строя. Производитель неоднократно модернизировал цепь, это так? Да, это так. Что именно делалось с цепью? Менялся состав цепи, то есть изменялась именно жесткость. Если мне память не изменяет, сейчас уже идет, по-моему, девятая или десятая генерация цепи. Например, у этой машины пробег чуть больше 100 тысяч километров, и на ней уже дважды меняли цепь ГРН. То есть даже замена на цепь новой конструкции не гарантирует того, что она в ближайшее время снова не растянется? Нет, абсолютно никак. Полимерные осадки, возникающие на клапанах, берутся они из продуктов горения. Надо же понимать, что в камере сгорания помимо воздушно-топливной смеси горит и масло. Оно все равно присутствует там. Продукты горения разлагаются на газы, на твердые частицы, на смолы, формальдегиды. Там целая таблица Менделеева на самом деле. Часть их оседает на клапанах. Клапана прекращают абсолютно плотное закрытие. Возникает избыточный подсос воздуха в камеру сгорания. Соответственно, это приводит к сбою фаз газораспределения. Фазорегулятор, так как он жидкостной, он не может поворачиваться, скажем, по щелчку. Он поворачивается от давления масла. Происходит вытяжение цепи за счет большой нагрузки. Как бороться с нагаром? Промывка может дать какой-то положительный эффект? Для данного двигателя нет. Промывка абсолютно бесполезна, так как это двигатель с непосредственным впрыском. Некоторые владельцы считают, сейчас я добавлю присадку в топливный бак, либо я повышу октановое число, то есть посредством, ну скажем, я заправлюсь 98 или сотым бензином. В данном контексте это абсолютно бесполезная затея. Топливная смесь никак не омывает клапан. Единственный способ это механическим путем удалить этот нагарский? Ну почему, ну вот. Есть технический сервисный бюллетень по использованию, то есть промывка использования специальных тех жидкостей, специальных гранул. Такая технология действительно существует, но опыт показал, что она недолговечна. Помогает 2-3, ну до полугода. Потом это начинает абсолютно четко прогрессировать. Не совсем она действенна. При снятии головки блока цилиндров, помимо механической очистки самих клапанов, производится, соответственно, замена маслосъемных колпачков. Желательно менять клапанную крышку. В эту клапанную крышку встроен клапан атмосферного разрежения и, соответственно, встроена система вентиляции картерных газов. Какая норма вообще расхода масла у этого мотора? Ну вообще считается допустимой норма 2 литра на 10 тысяч километров пробега. Свыше 2 литров это уже повышенный расход масла двигателем. Соответственно, нужно искать причину. Некоторые подходят к этому абсолютно классическим образом. У вас подъедает масло. В чем проблема? Маслосъемные колпачки. Процесс начинается с замены маслосъемных колпачков без подъема головки блока цилиндров. То есть, соответственно, выкручивают свечу зажигания, поджимают сжатым воздухом клапана, чтобы они не выпали, рассухаривают их, меняют маслосъемные колпачки, закрывают. В проезде в какое-то время понимают, что эффект не достигнут. Давайте теперь поменяем кольца в поршневой группе. Цена возрастает примерно до 150 тысяч рублей. И эффекта на выходе это не дает. Человек приезжает и задает вопрос, как же так? А в чем реально причина? В нарушении, именно в нарушении вентиляции картерных газов. Возникло избыточное давление под клапанной крышкой. Этим газам нужно куда-то деться. Как говорят, эти двигатели текут изо всех щелей. Да, действительно, они текут изо всех щелей, когда нарушается вентиляция картерных газов. Это резинки, уплотнители, это прокладки клапанных крышек. Это те же самые маслосъемные колпачки, даже если они установлены новые. Если возникло избыточное давление, часть газов начинает поступать в турбину, соответственно, пытаясь в противоход ее просто тупо остановить. Что тоже приводит к разрушению, к разбалкиванию самой крыльчатки турбины и выходу из строя, соответственно, самой турбины. При установке крышки нового образца, помимо самой крышки, нужно поменять вот этот вот патрубок питания турбины. Может быть как внешняя течь, так и внутреннее потребление масла. То есть масло не обязательно может вытекать наружу. Оно может уходить, соответственно, посредством избыточного давления уходить через выпускной тракт, попадая в катализатор, что приближает разрушение каталитического нейтрализатора. Ну и, соответственно, выходу из строя самих там лямбда зондов тоже немало частая проблема. Из явно бросающегося в глаза это появилась термоизоляция дополнительная на трубке подачи масла к турбокомпрессору. На евро пятых его не было, тем более не было и на евро четвертых. Видимо, все-таки это связано с высокими температурами, потому что трубка проходит очень плотно между, соответственно, выпускным коллектором, катализатором. И смотрю, изменился сам щуп. Наконец-таки он стал более-менее читаемым. Очень многие жаловались, владельцы, да, что по данному щупу, особенно на турбомоторах, который был в виде пружинки сделан длинный, говорит, вообще, говорит, невозможно отличить, каков уровень масла. Поэтому очень многие владельцы на это жаловались. Дай бог, чтобы, соответственно, концерн ПСА удалил, ну, такие, скажем, совсем детские болячки на этой генерации двигателя. Ну, а дальше, как говорится, поживем, увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова